Рынок на пересечении улиц Авроры и Аэродромной. В глубине павильон без опознавательных знаков, но хорошо знакомый местным жителям. Здесь продают алкоголь на разлив. Документы есть у вас? Документы все у меня, у кого она включает, а никого не может. Девушка за стойкой отвечает по классической схеме. Здесь не работают документы у хозяйки, а та в командировке. При осмотре помещения находят не только слабый алкоголь, но и напитки покрепче, а торговля им здесь запрещена. Эту рюмочную проверяют не первый раз. Даже после крупных штрафов хозяин вновь открывает ее. К радости любителей выпить. Полицейский составляет протокол. Алкоголь забирают. Около 7 литров предположительно разбавленного спирта и коньяка, причем контрафактного, судя по поддельной акцизной марке. Точнее, определит экспертиза. Хозяина ждет штраф на физическое лицо до 50 тысяч рублей, на юридическое до 100 тысяч. Данные рейды проводятся на ежедневной основе, и все жалобы, которые мы отрабатываем, они будут отработаны все до последней, и все меры административного воздействия на данные предприятия будут также обращены. Чтобы не получать крупные штрафы, бутлегеры идут на хитрость. Хранят алкоголь в небольших количествах. А чтобы не привлекать внимание, маскируются. Например, в парикмахерской на Нововокзальной прячется небольшой магазин с продуктами из Казахстана. И, как выясняется, с незаконным алкоголем. Продукция казахская, не имеет акцизных марок, находится в нелегальном обороте. Согласно договору аренды, здесь находится частное лицо. В тумбочке под кассой целый алкогольный склад. Его также заберут полицейские и отправят на экспертизу. Спрос на эту продукцию не спадает. Продавцы в погоне за прибылью продолжают нарушать закон. Только за полгода изъяли 22 тонны нелегального алкоголя. Зарегистрировали больше 900 нарушений. Это меньше, чем в прошлом году. Специалисты отмечают, после ужесточения закона в этом году борьба с бутлегерами стала более эффективной. Олеся Корецкая, Константин Головин. События.